В данном видео мы рассмотрим функцию «Соединить». У Revit есть стандартный параметр, который позволяет нам соединить одну геометрию к другой и переключить порядок присоединения. Находится на вкладке «Изменить», «Соединить» и, соответственно, вот они три варианта. Присоединить, отсоединить, либо переключить порядок присоединения. В целом, эта функция нужна нам, чтобы избежать дублирования объемов бетона или, скажем так, переключить порядок присоединения. То есть, по умолчанию, к примеру, у нас балка присоединилась к колонне сбоку, то есть мы подрезаем балку, а мы хотим, чтобы она у нас все-таки опиралась на колонну. То есть, эта функция позволяет выбрать, в какую конструкцию у нас идет бетон, и, соответственно, где он будет подсчитан. А сейчас, если мы посмотрим, да, вот я выделила несколько конструкций, это балочка, стена и колонна. И видите, здесь мелькают вот такие вот элементы. Это происходит в тех случаях, когда у нас не присоединены конструкции, то есть между собой они не соединены. Да, если я выделю этот элемент, видите, он ровненький, целенький, ничего не вырезается. Если я выделю колонну, да, ну какая-то балка с этой стороны все-таки входит в конструкцию, а в этом направлении у нас здесь ничего тоже не вырезается. И то же самое в данном случае со стеной. Вот тут она полноценная стена, и объем этой конструкции дублируется непосредственно вот с этой колонны. Да, видите, ничего не вырезается. То есть что мы здесь можем сделать? А мы можем сделать вот так, соединить, да, одну конструкцию, другую конструкцию. Если я выделяю эту колонну, ну, таким образом, да, несколько не то, переключить порядок присоединений, одну конструкцию, другую конструкцию. Выделяю опять колонну, здесь все отлично. Выделяю стеночку. Да, вот он, бетон у нас, соответственно, больше не относится к стене, а относится к колонне. То есть теперь все объемы, да, в рамках вот этих вот конструкций, они будут подсчитаны корректно и правильно. Но минус данной функции в том, что мы должны пройтись по модели и вот таким вот образом прощелкать каждую конструкцию, да, стена-колонна, там, не знаю, балка-перекрытие, балка-колонна, балка-стена и так далее. То есть это достаточно такой трудоемкий процесс, который, к сожалению, в рамках стандартных инструментов данного продукта мы не можем сделать пакетным. Теперь давайте я расскажу немножко про возможности данного, скажем так, модуля, да, Powerpack'а. Это агротековский продукт, который содержит в себе одну из функций Join and Join Geometry. Давайте ее откроем и посмотрим, что там есть. Перед нами открылось окошечко, да, с основными конфигурациями данной функции, да, Join and Join, Join, например. Давайте в порядочку все рассмотрим. Первое, на что хочу обратить внимание, что вот эти вот настройки, да, которые мы затронем чуть-чуть попозже, они могут быть сохранены и, соответственно, выведены вот в такой аналогичный список. Один раз настроили, сохранили, да, и в дальнейшем пользуемся. Следующий блок, давайте тоже посмотрим, что здесь есть. Здесь как раз-таки мы указываем ту группу конструкций, да, с которыми, соответственно, будет сейчас производиться работа. То есть, в первый случай, да, это все конструкции, которые у нас, соответственно, подряды вот под этот список, которые есть в проекте. Следующий вариант – это все конструкции, которые мы видим на активном текущем виде, да, в данном случае это вот он, 3D вид. И третий вариант – это какие-то выбранные конструкции. То есть инструмент соединить, да, или разъединить, он будет работать только с выделенными людьми. Соответственно, можно что-то исключить. Исключить скрытые, да, какие-то элементы. Все конструктивные элементы, да, оставить только. Следующий блок, как раз-таки, это наши основные настройки. Здесь давайте активную поставим только то, что мы видим на текущем виде. Не хотим мы менять весь проект, хотим только определенную группу открыть. Вот здесь обращаю внимание, что первое, да, join-unjoint. То есть либо соединить, либо отсоединить. То есть отсоединить, соответственно, у нас появятся места пересечения, да, как вот мы наблюдали в начале видео. То есть бетон не вырезается ни из одной конструкции, да, а бетон, получается, дублируется в разных конструкциях. А join, соответственно, что соединить, с чем соединить. Если вы, скажем так, соединили, да, балки с перекрытием, да, нажали ok, посмотрели, что не тот порядок присоединения, да, не совсем в той последовательности, в которой вы ожидали, то опять возвращаемся в это окошечко и опять повторяем действия. И, соответственно, Revit, в данном случае Powerpack, настройка, она автоматически переключает вот этот порядок присоединения. В чем плюс? Плюс в том, что здесь мы можем, соответственно, соединить, да, или переключить порядок присоединения именно пакетно. То есть нам не нужно у нас, не знаю, там, 200 колонн в проекте, да, там несколько десятков балок, перекрытие, стены, да, и нам не нужно перещелкивать каждую конструкцию вручную. Нам достаточно пакетно выбрать какие-то группы, допустим, несущие колонны, каркас несущий, то есть, да, колонны с балками. Вот здесь обязательно ставим галочку, да, напротив тех правил, которые нас интересуют. И после этого нажимаем ok. И в данном случае пакетно соединяем, отсоединяем, переключаем определенную группу конструкций, да, на текущем виде, в выбранной конструкции, либо во всем проекте.